Я получаю больше работы. Я не хочу, что вы получите немного больше, чем ожидаете. Кто звонил? Парастраховщиков, которые хотят экстримировать. Пацал, дала, пенял, к счастью, Катя. Ну, только спецземы, смесь-то. Мне потребуется помощь. Если это экстрим, разум, ты не можешь сужать. Пойдем мы с тобой. Делки полного. Интересно, что с ними станет без меня. Ну, что, большие табаны и крокодилы. И никакой еды, пока не убьют кого-нибудь. Если они охотятся со мной, они кого-нибудь убьют. Они хотели чего-нибудь сурового. Я покажу им суровость. Ребята берут страховщиков на двухдневную охоту на самых жутких существ во Флориде. О, да, это нам понадобится. Эл получит 3,5 тысячи долларов, если клиенты привезут домой крокодилов и дикого канада. Я не могу никуда без этого. Ребята, я охотился со столограммом. Люди пользуются им тысячи лет. Я не верю, что есть оружие лучше моего томограммка, когда находишься рядом с аллигатором. Он очень эффективен. Но нужно быть уверенным, что первый удар будет идеальным, иначе окажешься бедя. Оп, лёв-лёв, всегда готов. Оружие собрано. Эл и Уилл едут за клиентами, но страховщики так и не появились. Все верно. Видите, чёртовый клон. Сказал им, куда ехать. Конечно, сказал. На полчаса опаздывал. Да. Смотри. Проследи, мы опоздали. Малам от Эйгэри. Малам, Колдуэл и Гэри Брэнкли имеют минимальный опыт охоты. И уж точно не в стиле Элла. Мы с Барри партнёра по бизнесу уже около шести лет. Он очень агрессивный парень из большого города. Мы искали домик, а я говорил на русском, он продолжал ехать. Уверен, что они увидели в нас обычных городских парней. Они похожи на смелых и бравых ребят. Вы так одеты для охоты? Собираетесь в этом охотиться? Меня забавляет, когда клиенты приезжают прямо из Майами. Они не подозревают, что мы приготовили для них. Оденьтесь уже! Первый поворот налево. Мы думали, что сможем не спеша переодеться, но эти ребята уже готовы. Поэтому нам надо...